Друзья, у нас сегодня такая тема вроде бы простая, но достаточно интересная. Это какие бывают ручки для алюминиевых окон. Ну, начнем с обычных окон, которые распашные, поворотно-откидные. Есть стандартные ручки. Вот они так выглядят. Это ручки с таким основанием большим, около 100 мм. И у каждого производителя фурнитуры, просто нужно понять, у каждого свой дизайн ручки. Вот это ручки Zigenia, вот эта ручка называется Globe, вот это Ziline. То есть, нужно понимать, что если у вас, допустим, там где-то окна Shuko, то это будут свои ручки Shuko. Если у вас окна Reyners, то там смотря какая фурнитура. Если FAPIM, одни ручки Zigenia, другие Rota, третьи. То есть, у каждого производителя своя ручка, и она имеет свой дизайн. У кого-то они красятся в цвет профиля, у кого-то они красятся, и необходимо выбирать из стандартных позиций. Например, у Shuko нет возможности покрасить ручку. И ты можешь там выбрать только белую, серую, значит, там коричневая, черная. И еще есть под нержавейку покраска, а есть прям нержавеющая. Вот мы часто ставим прям нержавеющие ручки, очень классно смотрится. То есть, есть прям, когда она именно из нержавейки сделана. У некоторых производителей ручки есть возможность покрасить. Тоже нужно на это обращать внимание. Самое основное, она идет с розеткой или без розетки. Вот как выглядит ручка без розетки, а вот как с розеткой. То есть, розеткой называется вот это основание. Вот, как я сказал, на около 100 мм. И у любого производителя ручек, у более-менее нормального производителя фурнитуры, есть ручки без розетки, есть ручки с розеткой. Вот, они вот, например, вот это FAPIM, вот это ZIGENIA, да, ручки. Это все ручки без розетки, то есть, они вот в основании кругленькие. И это основное их преимущество. Но они дороже. За счет чего они дороже? Потому что вот эта ручка, она имеет вот такой штифт, и она сразу соединяется с таким приемничком очень дешевым. И пошла тут фурнитурная тяга. Мы крутим ручку, двигается фурнитурная тяга, двигает все механизмы. Поэтому эта ручка, она дешевле, то есть, она проще, тут меньше механизмов. Для вот этой ручки, которая без розетки, так называемой, то для нее как раз-таки нужен редуктор. Это специальный механизм, который фрезеровывается в створку, устанавливается, и уже в него вставляется эта ручка. Соответственно, и ручка крутится, а уже редуктор крутит фурнитурную тягу. И этот редуктор, он достаточно дорогой. И ручка тоже эксклюзивная. То есть, сама ручка дороже, и плюс редуктор дороже. Поэтому это все получается дороже, но не глобально. То есть, я считаю, что на стоимости всего изделия это не очень сильно влияет. Поэтому я бы рекомендовал всем ставить. И мы в основном ставим это ручки вот такие без розетки, потому что они выглядят реально лучше. Но если хотим оптимизировать бюджет, то ставим такие ручки. Также нужно понимать, что любой вариант ручки вот такой вот с розеткой или без розетки есть возможность сделать с ключом. То есть, вот здесь вот такое специальное место под ключик. Вот у меня есть один образец ручки с ключом. То есть, вот две ручки, да, они выглядят абсолютно одинаково. Ну, вот эта, конечно, которая с ключом, она там чуть-чуть больше по размеру. Ну, в принципе, они очень похожи. Но здесь вот есть ключик, который блокирует поворот ручки. И, соответственно, если вы хотите... Это один из способов детской безопасности. То есть, ключ провернули. Есть возможность или вообще, чтобы ручка не двигалась. Или есть возможность, например, на фурнитуре там... Это называется tilt first у Rota, у Zigenia это TBT. Это когда ты ключик провернул, у тебя ручка только на проветривание ставит окно. Поэтому открыть окно нельзя без ключа. То есть, ребенок не сможет открыть. Если окно в пол, мы часто ставим ручки с ключом. И такую фурнитуру я это рекомендую ставить. Поэтому нужно именно выбирать цвет ручки, выбирать форму ручки, подбирать. То есть, какая вам нравится. Также нужно понимать, что если есть двери, то в дверях и в окнах ручки, к сожалению, они разные. Поэтому в дверях это называется нажимной гарнитур. Вот он выглядит там примерно так. И если в окне ручка с одной стороны, потому что снаружи она обычно не ставится. Если ставится, то какая-то маленькая. Зачастую в окнах ручки с одной стороны, чтобы запер окно и все. Снаружи в него не попасть. То в двери ручка должна быть с двух сторон. Это выглядит вот так. Нажимной гарнитур он вот так ставится с двух сторон профиля. Ну и соответственно он такой подпружиненный. То есть, он так раз нажал, ну как бы ручкой на двери нажал, открыл, закрыл там и так далее. То есть, вот эту форму нажимного гарнитура нужно тоже подбирать. Есть очень много нажимных гарнитуров разных производителей. Там стублина, не стублина. У шука там свои нажимные гарнитуры. Например, у шука есть нержавеющие тоже нажимные гарнитуры. Очень классные мы ставили. У Рейнерса там свои, у Алютеха свои. То есть, это все нужно индивидуально подбирать. И очень важно на этапе заказа с менеджером выбрать, какие ручки на окнах. Такие-такие, с ключом без ключа. Там с розеткой без розетки. Какие нажимные гарнитуры на двери. Вот прям запрашивайте образцы, чтобы он вам привез. И последнее, это раздвижные системы. Подъемно-сдвижные, так называемые. На них вообще особенные ручки, они другие, они вот такие длинные. Почему она длинная? Потому что она, тут рычаг должен быть для того, чтобы поднять створку и опустить. Она высокая. И смысл в чем? Когда ручка вверх, то у нас ролики опущены. И, соответственно, створка опущена на раму. И нет никакого промерзания, продувания. То есть, она не движется. Но для того, чтобы сдвинуть эту раздвижную створку, необходимо прокрутить эту ручку. И тогда створка встает на ролики, и она катится. То есть, они поэтому такие длинные, чтобы легче было проворачивать и ставить эту створку на ролики. Тоже у них есть различный дизайн. У Шуку они есть также нержавеющие. У Алютеха фурнитура на раздвижные системы SL-160 ставится Хаутау. Там одни ручки. У Зигения ставится на Рейнерс. Там другие ручки. Вот это ручка Зигения. И, соответственно, это тоже важно подобрать. Тем более, когда у вас в одном доме разных производителей фурнитура, разные системы. Оконные, дверные, раздвижные. То есть, ручки все разные. Важно это подобрать. И на раздвижках еще важно понять, что есть вариант, когда ручка с двух сторон вот такая. Но в этом случае у вас будет всегда профильный цилиндр. Потому что нужно понимать, что если ручка с обратной стороны, то по-любому будет профильный цилиндр и ключ, который блокирует поворот ручки. Это же логично. Если вы ставите ручку с обратной стороны, то значит, ее можно эту дверь открыть с обратной стороны. То есть, любой человек зашел как бы в дом и вышел. То есть, если вам нужно будет запереть эту раздвижную систему, то нужно ключ обязательно провернуть. И люди иногда об этом забывают, не прорабатывают и ставят, например, 5 раздвижных систем в доме. И везде ставят ручки с двух сторон. И потом 5-10 ключей этих разных. От каждой раздвижки свой ключ. И это достаточно геморройно. Как бы зачем это нужно? Нужно определиться с каким-то одним выходом. Вот этот главный выход из дома. Там стоит ключ. А на раздвижных системах зачем ключ? Я рекомендую всегда ставить ручку с одной стороны. И, соответственно, профильный цилиндр тоже с одной стороны, если нужно. И то с барашком. Или просто заперли окно и все. А с обратной стороны на раздвижных системах есть вот такая штука. Называется ракушка в простонародье. Или еще называют ручка-тянучка. Я не знаю. То есть, это такая штучка, которая вот по факту вот так это выглядит. То есть, с внутренней стороны такая ручка. Снаружи вот такая вот ракушка. Они вот между собой вот так соединяются. Смысл этой ракушки это только тот, что задвинуть створку с наружной стороны. То есть, вы провернули ручку, отодвинули, вышли на улицу. И нужно там за собой там задвинуть, грубо говоря. Просто задвинули и все. Потом там зашли, задвинули обратно, ручку провернули. И окно заперто уже. Снаружи не зайдешь. То есть, вот такое рекомендую ставить. Ну, в общем-то и все. Выбирайте ручки правильно. Обращайтесь к менеджерам. Пусть они вам дают образцы. Пусть они вам хотя бы, если образцов нет, хотя бы фотографии скидывают. Важно на каждую конструкцию согласовать, какая будет ручка, форма, цвет и так далее. Это очень важно. Ну, все, в общем-то. Как обычно. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»